всем привет дорогие друзья подписчики пришли еще несколько посылочек с сайта aliexpress как я говорил многие посылки еще висят на таможне но вот постепенно они идут у нас здесь я заказывал фонарик диодный аккумулятор один дополнительный до фонаря и держательного заказывал я себе до этого такой же он там кронштейн сломался еще один заказать за 3 доллара думаю заморачиваться не смысл кстати нравится хорошие отправляют вовремя все упакуют товары хорошо как дали на подпорке он не жальничать вот такой вот держатель присоска здесь закрывается в принципе хочу сказать сразу то надумать заказывать особо тяжелые телефоны он держит но движение вибрирует и трясется но iphone 4 5 в принципе держит нормально вот так вот пока вот что-то ставил я на него свой белый всему 3 тяжеловат телефончик на него надо что-нибудь поменьше в этот раз я заказал для навигатора на металл в принципе должен будет подойти поехали дальше аккумулятор вот эта посылка шла очень долго и стал я открывать спорно возврат стоил аккумулятор уровень долларов и как бы не стало заморачиваться придет 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 китайском умолял что-то спорно скрывал потому что не маленький рейтинг все такой вот аккумулятор ультрафаер на 4900 миллиампер часов но не знаю правда ли нет но сравнение с трехтысячном он потяжелее будет и в принципе сделан качественно проверим посмотрим два доллара наше время и вот он сам она сказал я уже 17 долларов посылка шла в районе месяца не помнило сейчас долго весело на таможне китая как выдается писал себе что товар отправлен почту сингапура там какие-то проблемы но что-то я не наблюдаю что мы отправлен почту сингапура обычный на airmail ну если самое главное он дошел против посмотрим как комплекте должен идти фонарь чехол так зарядник и адаптер под наш розетки вот он зарядится зарядится надо аккумулятора вилкой так все будет выглядеть чехол и фонарь да кстати в комплекте опять же должны идти аккумулятора здесь два аккумулятора стоит какой-то супер диод видим сейчас секундочку или кому видать ультрафайр идиот т6 как подписал китайцы за самый такой яркий диод так это понял аккумулятора скорее всего внутри косячек вот и первый косячок видите как бы задняя крышка не по резьбе у них пошла теперь будет конечно проблематично открутить да не фартануло так вот другим путем он еще тут да тут он должен разбираться а заодно и посмотрим да говорил в принципе делать не знаю правда этот метод стоит но толщина в принципе алюминия толстым как я говорю вот два аккумулятора идут в комплекте по 4000 миллиампер так 4000 ампер ультрафайр все дела и сам в принципе патрон корпус вот это дело конечно надо будет попробовать чем-нибудь открутить потому что так не пойдет толщина хорошая в принципе тяжеленький китай списал что он влагостойкий в воде непронициально это конечно бред за 17 долларов такого быть не может в принципе так вот давайте посмотрим светит вот так вот он светит вот первый режим самый яркий второй потусклее третий совсем тусклый потом конверсальный у нас и то есть сигнал сос эти яркие зум увеличивать довольно-таки яркий отличный фонарь не жалею покупки конечно тяжеловатый но так два аккумулятора качество сборки хорошее но за исключением вот это вот косяка ну думаю исправить можно так да и по поводу аккумулятора ну вот что стоять на 4000 ну полегче да он да и вернее потяжелее чем на 4000 мм уж правда 4900 я здесь ну проверим глянем как это будет аккумулятор работать в принципе если что в комментариях отпишусь что достойный достойный аккумулятор вот такие вот у нас покупочки посылочки будем ждать еще чего-нибудь новенького да кстати пишите в принципе кого интересует ну на что делать обзоры но в комментариях будем заказывать товары сразу говорю пока не планирую заниматься сотовыми телефонами потому что неизвестно что будет у нас с растаможкой сейчас опять хотят ввести какое-то положение непонятно что-то хотят убрать 1000 евро сделать 400 либо 500 то есть госдума думает но однозначно с ограничений на 150 евро не будет отменили это не пугайтесь заказывайте да там фишка такая то что вроде как ограничение стоимости на один товар а не вообще на месяц то есть один товар у вас одна покупка не должна полежать будет превышать 400 евро ну в принципе на китайском сайте за 400 евро можно купить довольно достойный планшет телефон или еще что-нибудь того что интересует но я не занимаюсь пока обзорами на телефон так нету возможности заказывать да и мне пока это не интересно просто все товары на которые делаю обзоры я покупаю для себя то есть ими сам а не на продажу там бывает редкий случай когда друзья попросят меня заказать что-то то есть вот такие дела всем спасибо за просмотр ставь лайки подписывайся на канал всем пока пока